3 знаменатель х плюс 1 знаменатель х-7 меньше 0. Перейдем дроби к общему знаменателю. Первую дробь надо домножить на х-7, вторую дробь надо домножить на х. Тогда у нас получается 3 умножить на х-7 плюс 1 умноженное на х. Знаменатель х на х-7. Раскроем скобки в числителе. Получается 3х-21 плюс х, деленное на х-7, меньше 0. Перейдем подобные члены. Получается 4х-21, деленное на х на х-7, меньше 0. Вынесем общий множитель в числителе 4, и тогда получается х-21, четвертая, деленное на х на х-7. Для начала мы найдем 0 и функции. Это будет 0, 21, четвертая и 7. Расставим их в порядке возрастания на числовой прямой и будем брать произвольные числа с интервалов и подставлять наше выражение. Возьмем любое число с первого интервала, это от минус бесконечности до 0, скажем минус миллион. Подставляем. Минус миллион минус 21, четвертая, это получается отрицательное значение. Минус миллион тоже отрицательное значение, и минус миллион минус 7 тоже отрицательное. Итоговый знак нашего выражения будет минус. Ставим знак минус. Берем любое число с интервала от 0 до 21 четвертая. Скажем 1. 1 минус 21 четвертая это будет отрицательное. 1 это уже будет положительное. 1 минус 7 будет тоже отрицательное. Итоговый знак плюс. Теперь с третьего интервала от 21 четвертого до 7 скажем 6. 6 минус 21 четвертая это будет положительное. 6 тоже положительное. 6 минус 7 будет отрицательное. Итоговый знак на интервале будет знак минус. С последнего интервала от 7 до бесконечности мы возьмем миллион. Миллион минус 21 четвертый – положительное значение. Вместо х с миллион будет тоже положительный. И миллион минус 7 будет также положительный. Итоговый знак на интервале положительный. Нас интересует знак меньше нуля. Это будет первый интервал и третий интервал. Следовательно, х принадлежит промежутку от минус бесконечности до нуля, не включая концы, и объединение. От 21,4 до 7, не включая концы. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большой палец вверх.